Добрый день! В эфире ток-шоу Твердый Знак. Меня зовут Карпов Альберт. Сегодня мы находимся в храме изобразительного искусства Национальной галереи Хазина. И, безусловно, тема нашего сегодняшнего ток-шоу будет связана с искусством. Итак, вопрос. Нужно ли изучать искусство? Необходимо ли молодому человеку приобщаться к классическим культурным ценностям или достаточно восторгаться творчеством лейбла Black Star и ему подобными? Итак, героями нашей сегодняшней программы выступят Роман и Евгений. И хотели бы начать с учением позиции Егорова Романа, молодого предпринимателя. Итак, Ром, общая позиция твоя по вопросу, нужно ли изучать искусство? И, конечно же, хотели бы узнать у тебя, какую пользу получает молодой человек от изучения искусства? Ну, в целом, хотелось бы начать с такого небольшого высказывания, что, скорее всего, ответ на вопрос лежит в самом вопросе. Что культурная ценность, культурное достояние как раз-таки является тем самым кладом, который необходимо иметь любому воспитанному человеку, здравомыслящему, здраворассуждающему. Мне очень нравится, как говорит мой папа в таких случаях. Время всегда одно, и люди всегда одни, поэтому все циклично, все повторяется. И те ценности, те знания, та информация, которая заложена в литературе, в частности, на мой взгляд, актуальна всегда. Ее можно использовать, ее нужно черпать оттуда. Это как одна из альтернативных функций воспитания в том числе. Роман, спасибо. Также мы хотели бы услышать второго нашего спикера, молодой политолог Евгений Музычук. Жень, вопрос сразу в лоб. Можно ли прожить без искусства, и какую пользу или, может быть, даже какой вред получает молодой человек изучение искусства, на твой взгляд? Я считаю, что прожить без искусства в современном мире, в котором мы находимся сейчас, это, в принципе, возможно, и даже большинство людей так живет на самом деле. Потому что сейчас у нас принято во всем мире это рыночная модель экономики, это нацеленность на прагматизм, на какие-то практические получения знаний, добыча денег, каких-то средств к выживанию. И в этом случае искусство, оно как бы не исчезает, но оно уходит в другую сферу совершенно. То те ценности, о которых говорил Роман, они более присущи элитарной культуре, тому, что на самом деле простому человеку, обывателю, очень трудно понять в силу того, что он просто-напросто не образован в этой среде. Потому что, чтобы понимать какие-то отсылки, техники и так далее, которые использует современный художник, нужно обладать огромным багажом знаний в культурологической и философской области. Я считаю, что человеку в прагматическом таком обществе, в прагматичном, это, ну, собственно, ни к чему. Потому что поп-культура, на какую мы все обращаем внимание, ее искусством назвать очень сложно. И люди, ну вот зачем им изучать искусство? У нас в статусе кво что? У нас в школе нам преподают уроки музыки, уроки изобразительного искусства, где мы учимся акварелью, что-то там рисовать, какие-то натюрморты, которые к искусству нас, ну, грубо говоря, не приобщают очень сильно. Что же касается университета, то, мне кажется, здесь нужны исключительно предметы, которые будут нужны в твоей специальности, нужны в твоей профессии будущей. А если ты хочешь быть культурологом и заниматься искусством, ну, собственно, иди на культурологию, занимайся искусством. Хочешь быть художником, изучай искусство, будь художником. Если ты становишься предпринимателем, если ты историк, если ты юрист, если ты инженер, тем более, то искусство, в принципе, это огромная затрата времени на то, что тебе никак не понадобится. Те ценности и воспитание, которые ты получаешь, ты так или иначе получаешь его из семьи. Я не уверен, что ребенок, который в 15 лет не прочитал Тараса Бульбу, он автоматически становится человеком, который не уважает отца, не уважает родину и так далее. То есть эти ценности воспринимаются из огромного количества информации, которая нас окружает. И искусство здесь в том плане, в каком его подразумеваю я, то есть что-то оторванное от реальности, без него можно, соответственно, прожить. И мне кажется, во многом это даже будет полезнее для того, чтобы достигать практических результатов в своей жизни. Без искусства прожить можно. Естественно. Спасибо, Евгений. И сейчас мы хотели бы обратиться к нашему сегодняшнему эксперту, это директор Национальной галереи Хазине, Романова Анна Нефантина. Анна Нефантина, добрый день. Добрый день. Хотелось бы в первую очередь поинтересоваться, почему вы связали свою жизнь с искусством? Я свою жизнь с искусством на постоянной основе связала совсем недавно. А до этого я не должна сказать, что какие бы я ни занимала должности, работала ли я в науке, работала ли я на государственной службе, искусство все время рядом где-то присутствовало. Я без него своей жизни никогда не представляла, начиная со школьных и студенческих лет. Наверное, это исходит от потребности самого человека в первую очередь. Если он хочет получить какое-то образование более широкое, нежели ту профессию, которую он выбрал, а профессию у меня химическая кибернетика, то он начинает интересоваться очень многими сферами в своей жизни, и в том числе искусстве во всех проявлениях. И в данном случае особый акцент я делаю на живопись, на изобразительное искусство. Оно тоже человеку нужно для того, чтобы было какое-то, собственно, воспитание. Ты сначала глазами видишь объект, потом ты пропускаешь это через себя, принимаешь или отвергаешь, и таким образом формируешь свой собственный взгляд на жизнь и себя как личность. Спасибо, Анна Ефантьевна. Также хотелось бы поинтересоваться, для вас вот сейчас уже искусство – это работа или все-таки, так скажем, бальзам на душу? Ну, я могу себя посчитать счастливым человеком, потому что для меня это сейчас совпало. Это и моя работа, это и ежедневное удовольствие уже от одного того, что я нахожусь в этих залах. Приятно, очень, спасибо большое. Хотелось бы поинтересоваться у зала и спросить мнение наших сегодняшних зрителей. Мне кажется, любой человек, который плодотворно и долго работает в какой-то узкой специальности, вкладывает в свою душу, он автоматически создает это самое искусство. Ведь, называя искусством, это не только картины, не только музыка, не только театр и кино, но это то, что создает профессионал, который занимается долго и продолжительно в какой-либо области. Это то же самое может быть ученый, химик, программист. И искусство в том традиционном понимании, которое мы себе представляем, это картины, кино, телевидение, они приобщают людей к тому, что необходимо, что все прекрасно создается благодаря тому, что человек вкладывает большой труд. Хорошую картину, когда мы видим в этих залах, человек действительно вложил много времени, много труда и много своего профессионализма. Поэтому мы смотрим и восхищаемся этим. Также мы можем восхищаться программными продуктами, техническими какими-то продуктами, вещами, которые человек создает или компания создает. Если я вернусь к обсуждению сначала, был задан вопрос, нужно ли изучать искусство. Из зала нам говорили о том, что, в принципе, искусство изучать нужно, и то, что все, что мы делаем, так или иначе искусством становится. Я с этим не спорю. Вопрос в том, что нужно ли посвящать часть своей жизни на изучение этих вопросов. Я не вижу, скажем так, той полезности, коэффициента полезности, который придет вам в ответ от того, что вы изучаете искусство. Вот я к чему. Потому что, что, сейчас я постараюсь как-то в терминах сказать, искусство – это что? Это деконструкция реальности посредством художественных образов. То есть это очень такая глубинная вещь, которая не всегда несет полезность за собой. Да, вы можете изучать искусство, естественно. Да, вам оно может понадобиться в какой-то жизненной ситуации. Но по факту же, по факту, в слове «нужно» подразумевается то, что это какая-то модель, которая обязывает вас его изучать. Я считаю, что искусство, оно по своей природе свободно. И изучать, требовать от людей его изучение – это как бы нарушение самих принципов этой деконструкции реальности. Это нарушение принципов свободы мышления художественной. И, соответственно, слово «нужно» здесь, оно совершенно неуместно. И никому ничего ты не должен. И не нужно изучать искусство в том плане, в котором, скажем так, подразумевается здесь. Что же касается современного искусства и его изучения в дальнейшем, статусе кво, это опять-таки, если человек хочет это изучать, если ему это нужно, он получает удовольствие от этого и хочет свою жизнь с этим связать, то, конечно, ему это будет полезно изучать, ему это будет нравиться изучать. Если это опять-таки вводить в обязательный какой-то момент, то я считаю, что здесь то же самое, что и сейчас, о чем мы спорим изначально. Не обязательно, и можно без этого прожить. Можем ли мы сказать, что то самое современное искусство, как мы называем, оно немножко отходит от реальности, да? И непосредственно этим отходом от реальности оно забирает с собой каких-то определенных членов общества. Можем ли мы сказать, что это определенный вред социальный наносит или нет? Ну вот смотри, у Уэльбека есть книга «Замечательная карта и территория», которая как раз-таки описывает, скажем так, жизнь современного художника и как вся эта индустрия работает. И, знаешь, в ней так описано, что на самом деле это огромный рынок, и даже если художник талантлив, то, скорее всего, его заберет с собой... Ну, художник талантлив, рынок его не заметит, его работы пропадут, все. Если же его заметили, то художник прославится, будет богатым и так далее. Вот. Я это к чему? К тому, что современное искусство в плане своей некой богемности, оно отошло от реальности еще в середине 20-го века с фабрикой Ворхола. То, что это, да, это определенная прослойка людей, которые имеют определенный социальный разрыв у них с населением, естественно, возможен, которые видят реальность уже немного по-другому в образах субъективных и отражают, ну, через свое художественное восприятие. И поэтому, естественно, оно будет немного оторвано от реальности, но несет ли это какой-то конкретный вред, я считаю, что не особо это несет вреда все-таки, потому что, ну, это определенная прослойка людей, которая зарабатывает тем, что попало в рынок, скажем так. И, в принципе, много людей таких есть не только в искусстве, и поэтому, ну, вот таково мое мнение. Хотелось бы поинтересоваться у зала. Как непосредственно изменилась ваша жизнь с изучением таких, каких классических произведений, может быть, русской литературы или живописи? Что бы изменилось в вашей жизни, если бы вы не прочитали «Войну и мир»? Есть ли мнение? Есть такая известная древняя японская поговорка, которая говорит о том, что культура — это то, что останется после того, как потеряем все остальное. То есть культура в себе несет и традиции, и историю, и экономические, и политические, и все другие виды отношений, которые происходили в этом обществе, и они отражены в культуре, и это то, что остается. Именно поэтому, наверное, хотелось бы немножко определиться с дефинициями, что наверняка сегодня речь идет именно об искусстве как в плане культуры, то есть это художественное произведение, может, кинематограф уже со временем, музыка и так далее. Литература. Поэтому, когда мы изучали эту культуру и в школьной программе, и сами по себе ее читали, вот я даже на своем примере могу сказать, что это не сколько способ проникнуть в какие-то там дали, что-то открыть, какое-то там расширить сознание, это просто сколько изучения культуры своего народа, оно в себе несет всю историю нашу и все ценности, которые в нашем обществе есть. И несмотря на то, что общество сегодня стремительно меняется, и уже оно, можно сказать, изменилось, и эти процессы просто ускоряются и ускоряются, все равно наверняка должно быть что-то, что и через сто лет, и сегодня, какие-то темы, которые смогут разговаривать друг с другом, внуки, их дедушки, их бабушки, и это наверняка вот только культура может давать эту тему, потому что та реальность, в которой живет молодой человек, и человек взрослый, который жил в другой реальности, общих тем на самом деле остается все меньше и меньше. А вот та культура, которая объединяет этих людей в одном обществе, и дает эти общие темы, и какой-то такой корневой стержень, который, можно сказать, что этот человек относится к такой культуре, либо к другой. Тоже из жизни пример. У меня в классе, в моем, в котором я учился, это были технарии в основном, и на уроках литературы, там, изои или музыки, ну, по сути, там, два-три человека из класса как-то были заинтересованы в процессе. То есть всем остальным было абсолютно плевать на то, что они изучают. Сейчас эти люди зарабатывают больше меня, например. Да, они уже, например, зарабатывают даже. Они зарабатывают больше меня, и так или иначе у них есть общие темы, и у нас с ними есть общие темы для разговоров, есть общие темы у них с их родителями, и я не уверен, что они воспитают плохих детей в своем плане. Поэтому та культура и ценности, история, которая прививается, она прививается огромным информационным полем, в котором мы находимся, и культура здесь играет лишь роль в воспитании, и этикеты, этики какой-то. Хотелось бы обратиться к нашему сегодняшнему второму эксперту, художник из-за океана, Люба Стерликова. Добрый день еще раз. Передайте, пожалуйста, микрофон. Хотели бы услышать вашу позицию по этому вопросу. Пожалуйста. Ну, во-первых, очень интересная тема, но я бы не ставила так вопрос. Он стоит немножко в академическом плане, стоит ли изучать. Почему не стоит вопрос, стоит ли изучать науку? Такого же вопроса никто не задает. А почему стоит вопрос, стоит ли изучать искусство? Во-первых, надо разделить. Есть профессионалы, искусствоведы, и они изучают, реально изучают искусство. А мы не изучаем так же, как мы не изучаем науку. А есть люди, которые занимаются наукой. По-моему, здесь очень важный момент понять, а что же все-таки подразумевается по словам изучать. Это первое. Потом второе мое наблюдение заключается в том, что как-то отделяется современное искусство от несовременного искусства. Я тоже бы здесь не разделяла, потому что сейчас просто меняется понятие пространства. И в пространстве мы находимся все в определенном, вот сейчас информационное поле говорилось, но мы находимся и в определенном культурном пространстве. И это пространство меняется. Оно есть как реальное пространство, так у нас есть и виртуальное пространство. То есть мы живем сейчас уже в двух пространствах. Это особенно молодое поколение. И что касается виртуального пространства, то оно тоже все наполнено как визуальными образами, что является искусством. Что бы вы ни взяли там ваш iPad, компьютер или iPhone, это все равно все визуальное пространство. Вы смотрите на свой экран, вы попадаете в определенное визуальное пространство. Это уже искусство. Только искусство, искусство тоже разное, абсолютно разные уровни искусства. Также музыка, вы слушаете разную музыку, постоянно у вас там в ушах что-то такое сидит. Это тоже, вы постоянно находитесь в пространстве искусства. Это пространство искусства, вы постоянно в нем находитесь. И современная черта, и современного искусства, вернее, такая важная черта современного искусства и нашей жизни, она заключается в том, что эти пространства очень сильно переплелись. В современном искусстве зритель становится участником. Можно сказать, это об инсталляциях, допустим, или о виде инсталляции. То есть сам зритель, он же и участник. То есть это произошло такое смещение пространств. Поэтому так разделять, по-моему, с приглашением было. Кроме того, вопрос эмоциональности. Искусство все-таки направлено больше на эмоции. И какие-то сложные проблемы мы проще воспринимаем, если они представлены через эмоциональные какие-то аспекты. И это тоже искусство. Это будь то документальный фильм, художественный фильм, литература, что угодно. Это эмоциональная передача информации. И это тоже искусство, оно очень важно. И без этого мы просто не можем существовать. Никакие комплексные проблемы, будь то политические, экономические или научные, их нельзя объяснить без этого эмоционального фактора. То есть искусство помогает в любом случае как-то расшифровывать более сложные проблемы для народа. Вот, например, Стив Джобс, всем вам известный основатель Apple, он считал, что очень важно для него было изучение каллиграфии в школе, поэтому в колледже, поэтому он такой красивый Apple создал. То есть элемент эстетики, он присутствует даже в тех вещах, которые чисто прагматичны, экономические и совершенно не имеют отношения к искусству. Ну и последнее, что я хотела бы сказать, что благосостояние общества, его богатства, оно определяется не количеством денег, не количеством фабрик, не количеством заводов, оно определяется качеством жизни. А качество жизни – это то свободное время, которое человек может посвятить своему саморазвитию. И поэтому очень, мне кажется, важный фактор. – Можем ли мы сказать сейчас, что в 21 веке развитие искусства и науки, оно непрерывно и оно настолько тесно связано, что мы уже не можем в какой-то степени отключать исключительно искусство это или наука? – Да, есть такой момент, потому что значительное переплетение произошло. Конечно, искусство широко использует достижения науки. С другой стороны, в науке тоже вот эти эстетические факторы тоже стали очень важны. И, естественно, сейчас художник, он не берет кисточку просто и рисует, это уже не работает. Художник прибегает к другим методам, которые дает ему наука, другим тулз-инструментом. И это совершенно иное искусство, опять же, вовлекающее современного зрителя. И вот еще о связи, так можно сказать, что искусство, оно как бы предвосхищало. Вот здесь было сказано, что искусство – это деконструкция реальности. Это не совсем так. Потому что искусство, оно предвосхищает некоторые вещи. Искусство ставит вопрос, а потом уже наука, доводя как бы до уже научного уровня этот вопрос, оно его решает. Например, мы все знаем какие-то изобретения, которые были описаны фантастами. А сегодня это становится реальностью. Это все уже было там вообще сто лет назад, это все уже описывалось. Поэтому, мне кажется, это не совсем деконструкция реальности. Это провидение, предсказание. Хотелось бы вернуться к теме, которую у нас непосредственно поднимал Евгений не так давно. Это связь рынка и искусства. Возьмем простой пример. Непосредственно в 13 ноября 2010 году на аукционе с Теховым молодой скульптор американский Рев Керри продал свою скульптуру «Оранжевая собака из воздушных шариков» за 58 миллионов долларов. И здесь хотелось бы воспользоваться цитатой Владимира Познера, великолепной, о том, что в данном случае это товар, не соответствующий стоимости. Мы с вами все прекрасно знаем и говорим о том, что произведения Пушкина, они бесценны. Война и мир – это не то, что можно купить или продать. Вот такая конъюнктура рынка, которая существует сейчас, когда человек просто взял, сделал из воздушных шариков оранжевую собаку и продал ее за 58 миллионов долларов. Действительно ли это мы должны ли будем потом изучать? Это ли должны будут изучать наши внуки и правнуки, на ваш взгляд? Как интересный факт заработка, а может быть действительно, автор что-то этим хотел сказать, чего я не знаю и не понимаю. И тот, кто купил, возможно, вложил в это некоторую свою ценность, может быть, это ему каким-то образом дорого, и он оценил это вот в денежном эквиваленте такой вот суммой. Я думаю, здесь вопрос не в том, сколько потратил денег тот человек, который купил, приобрел данный товар, и не в том, как оценил себя автор. Вопрос в том, какие они для себя вкладывают в это интересы, ценности. Ну вот получается таким образом. Мы не можем отрицать, что искусство в целом, как мы уже все прекрасно с вами отметили, оно отражает действительность, да, или может быть даже прогнозирует будущее. Мы вот сейчас видим непосредственно о том, о чем говорил Женя, когда искусство подстраивается под рынок, да. Он не столько пытается отразить то, что он видит, или переложить через свою призму действительность, он пытается выделиться каким-то образом, да. Он пытается непосредственно хоть как-то обратить на себя внимание. И вот само по себе сущность функции искусства в данном случае переходит исключительно с продвижения собственного «я» и зарабатывания денег. Действительно. Разовьется ли этот тренд? Или что-то мы здесь, может быть, неправильно с вами понимаем? Ну, то, что происходит зарабатывание денег с помощью искусства, конечно, вопрос достаточно открытый. Однозначно, я думаю, сложно про него что-либо сказать. Я для себя понимаю это таким образом, что, да, есть, так скажем, часть рынка, которая в свободном доступе продается. Деятели искусства спокойно могут поучаствовать в каких-либо проектах, тех же самых концертах за плату. Но говорить однозначно, что тот, кто берет деньги за свое искусство, это ведь все равно искусству в любом случае, я думаю, что нельзя, так сказать. И добавить хочу по этому поводу, да, то, что касается воздушных шаров. По-моему, это точно так же очень отлично отражает, как и всегда отражало искусство, отражало действительность, так и этот пример очень даже хорошо отличает искусство. Этот пример отражает действительность. Разве сегодня не то время, когда огромное количество людей зарабатывает огромное количество денег просто благодаря пузырям. И как бы это просто на примере искусства в очередной раз это показало. И в этот раз искусство опять же справилось со своей функцией показывать действительность со всех ее хороших или не очень хороших сторон. Я изначально не отрицал того, что искусство нас окружает, и мы погружены в него полностью. Это действительно так, да, музыка, кино, там, так далее. Я хочу еще сейчас четко разграничить функции классического искусства, ремарка «Три товарища» и воздушных шаров. Дело в том, что этикет и воспитание, да, они заложены в классических произведениях. Да, время меняется, но люди остаются теми же. Я хочу упомянуть о том, что я уже говорил, то, что с 50-х годов 20-го века искусство уже совершенно не о том. Сейчас я постараюсь говорить… Не о том, это ни о чем. Ну, практически, да. Потому что после того, как включился зритель в процесс, включились люди в процесс, мы потеряли, совершенно мы потеряли объект как таковой. Мы потеряли объект искусства. У нас отовсюду стали появляться абсолютно субъективные мнения, которые пересекаются и рождают множество смыслов и интерпретаций, которые в информационном поле полностью теряют свой смысл вообще какой-либо. Любое высказывание от художника, любое, те же воздушные шары, появляется такое огромное количество интерпретаций этого, такое огромное количество смыслов, которые в это вложены в СМИ, каждым человеком в отдельности и так далее, что это теряет вообще всякий смысл отражения действительности, это теряет всякий смысл прогнозирования. Вот о чем я говорил. И изучать это в дальнейшем, то, что сейчас происходит, это будет просто-напросто невозможно из-за количества тех интерпретаций, которые мы получаем. Почему мы можем изучать Гоголя, почему мы можем изучать Диккенса, Ремарка? Да потому что это объекты, их искусство было направлено на некий какой-то объект, который был над нами, который общие темы этикета, этики, которые были связаны с, возможно, с религией и так далее, которые были связаны с тем, что было для всех общим стержнем. Сейчас же этого стержня просто-напросто нет. У нас все настолько фрагментировано и столько точек зрения, что искусство как таковое не может отразить это. И поэтому оно потеряло функцию воспитания и так далее. Я не спорю с тем, что классические произведения действительно воспитывают нас. Я говорю о том, опять-таки повторюсь, что нужно ли это изучать? Я считаю, что нет. И применительно к современному искусству, которое не несет в себе смысла, а несет лишь, возможно, в некоторых случаях, это очень красивая инсталляция, это очень хорошая перформанса. Я сам как бы частенько хожу на различные выставки, и мне доставляет это удовольствие. Но я хожу, потому что это мне доставляет удовольствие, это мой выбор. В них нет той трансцендентальной, скажем так, силы, которая способна человека к чему-то побудить. Если я посмотрю на, не знаю, перформанс Павленского, который зашивает себе рот, да, это как-то в каком-то смысле это отражает действительность, но опять-таки появляются миллиарды интерпретаций этого, плюс интерпретация самого Павленского, которая просто теряется в информационном поле. И изучать это в дальнейшем будет невозможно, и поэтому и не нужно. Такой вопрос. Александр Сергеевич Пушкин бесценный. «Оранжевая собака 58 миллионов долларов». Мне обидно за Александра Сергеевича, потому что, мне кажется, он мог бы получить больше. В чем проблема? Почему так происходит на твой взгляд? Это обычные рыночные механизмы. Если это же не художник устанавливает цену, это цена, которая дается рынкам. И, как ты уже сказал, художник часто хочет просто пробиться вперед, и, возможно, это одна из причин. Но если рынок дает эту цену, то почему бы художнику не взять эти деньги? Как бы здесь проблемы особо я не вижу именно в конкретном этом примере. Ну, вот как бы моя точка зрения. Если рассматривать картину в целом, не всегда коммерчески успешный художник – хороший художник. Но чаще всего хороший художник, он и коммерчески успешен. Мы прошли те времена, когда Ван Гог мог умереть в нищете абсолютно неизвестной, а сейчас его картины продаются за миллиарды. Сейчас нет просто-напросто такого, потому что рынок работает. Хотелось бы узнать, может быть, еще мнение из зала, что искусство поменяло в вашей жизни? Ну, искусство в моей жизни, то есть, поменяло многое. И вообще вот сейчас хотел бы сказать общую картину такую, общее мнение. То есть искусство изучать, точнее, не изучать, соглашусь с уважаемым экспертом, скорее больше подходит слово интересоваться искусством. Безусловно, нужно, так как это помогает снимать напряжение в обществе, потому что каждый член общества получает эстетическое удовольствие, и, соответственно, если каждый человек будет менее напряженным, то и общее напряжение в обществе упадет. Также искусство позволяет расширить мировоззрение человека. Ведь в каждом произведении искусства есть какой-то посыл. То есть рамки познания человека, интересующегося искусством, безусловно, расширяются. Но все, что я сказал, скорее больше касается классического искусства. Что же касается современного, то здесь в тренде развития искусства 21 века есть скорее какие-то кризисные моменты. Первое – это то, что пропал консенсус между разными группами общества, так скоменялось. Здесь должно быть хоть хрупкое, но такое, скажем, перемирие, мир, согласие между разными группами общества. И искусство должно знать границу между абсолютной свободой и вседозволенностью, скажем. И второе, что хотел бы сказать, это уже выше было сказано, кризис также отражается в том, что бурное развитие рыночной экономики в переплетении с расширяющимся пространством информационного поля дает, по моему мнению, сильный отрицательный эффект на развитие современного искусства. То есть современное искусство не может развиваться в плодотворном направлении, так как возникает слишком много информации, слишком много произведений и действительно какие-то хорошие работы порой не могут найти своего зрителя, своего слушателя. Очень интересно, что молодые этим интересуются, но у меня такое небольшое замечание. Мы все время сравниваем классическое искусство и современное. Я не понимаю, почему такое противопоставление, потому что то, что мы называем классическим, оно было современным для тех людей, которые жили в это время. И, скажем, были такие же битвы, были такие же разногласия, было академическое искусство и вдруг появляется стиль модерн, там арт-новой и так далее. А почему появляется? Потому что они хотят другого, они хотят отрицания того, что было, что было как бы нормой. И эта борьба, она постоянно происходит. То есть современное искусство, что сегодня, может быть, лет через сто о нем будут говорить как о классическом искусстве. А то, что там импрессионисты были, они были современным искусством для своих современников. Поэтому, мне кажется, здесь тоже такое противопоставление классического современного, оно не совсем правильное. Это все относительно. Все идет в определенном, как я говорю, временном пространстве. Прямо продолжая эту тему, я вспоминаю футуристов, которые говорили, что нужно сбросить Пушкина с корабля современности. И вот Женя говорила о том, что когда был Гоголь, был Пушкин, была какая-то единая линия. Это, мне кажется, закономерно совершенно, потому что вспомним в России и того времени, сколько было образованных людей, которые, в принципе, могли читать. Сколько было литературных управлений, был реализм, да? И все. А сейчас, из-за того, что образованные почти все, ну, большинство людей там в мире, да, появляется, естественно, вот это вот многообразие искусства. И мне кажется, это хорошо, потому что разные слои общества, они имеют разные интересы, у людей разные взгляды. И почему бы им не иметь места быть. И касательно массового искусства, вот я бы хотела сказать, что мы считаем, что это вот где-то внизу, это к искусству не относится. Мне кажется, что в любом случае искусство, мы любим не за то, что оно представляет во внешней оболочке, а то, какие мысли оно к нам приносит, а какие эмоции вызывает. И если посмотреть на фильмы, которые становятся знаменитыми, которые становятся блокбастерами, это действительно фильмы, которые несут что-то хорошее. Возьмем хатика или взять голодные игры. Несмотря на то, что это какой-то такой экшен, несмотря на это, там есть правильные мысли о том, что нужно бороться за свободу, о том, что нужно быть верным. И даже то, что мы считаем каким-то низким и массовым, мне кажется, как любое искусство 19-20 веке, все еще несет эти общие ценности, которые всегда были, есть и будут. Большое спасибо. Анна Ефантиновна, и хотели бы обратиться мы снова к вам. Какие мысли вам навеяли нашу сегодняшнюю дискуссию? Для меня было очень интересно всех вас выслушать. Почему? Потому что, работая в картинной галерее, мы всегда думаем о том, чтобы привлечь сюда посетителей, чтобы они приходили. И в первую очередь, для нас это интересно, интересно как раз молодежь, насколько им комфортно в этих стенах. Мне было приятно при этом слышать, что я поняла, что вы все больше категотеете к классической форме в изобразительном искусстве, потому что именно ее вы воспринимаете как воспитание. Нам же думалось, что мы должны пересделать такое превуалирование в сторону современных перформансов, только они сегодня привлекают молодежь. Вот это в моем сознании произошло определенное изменение, за что я благодарна на сегодняшней программе. Но здесь мы очень много рассуждали о современном искусстве. Оно действительно очень разное. Есть такие понятия сейчас среди ученых, что мы живем вперед, что мы живем в эпоху хаоса. То есть тогда, когда у нас присутствует большое разнообразие форм, вот это привходит и в искусство, и в том числе и в изобразительное искусство. Но мне отрадно было слышать, что традиционное искусство, оно нужно, о нем вы вспоминаете и говорите как о чем-то незыбленном, что нужно обязательно. Мне я всегда вижу, что картинная галерея, в первую очередь, она нужна людям. За стенами ее слишком высокий темп, слишком большой ритм. Люди сюда приходят, люди различных профессий, различного возраста, они приходят сюда для того, чтобы перевести дух, для того, чтобы увидеть, найти то свое прекрасное, что человеку хочется увидеть, и на этом как бы отдохнуть, задуматься. Мы сегодня живем в таком ритме, что человеку иногда негде найти уединение. Ведь если мы возьмем музеи мира, возьмем самые большие, такие, как Метрополитен, как Лувр, как Эрмитаж, ведь там очереди стоят, потому что у людей потребность для того, чтобы прийти и насладиться прекрасным, мы говорим всегда прекрасным, но искусство бывает разным, иногда оно может для кого-то какая-то картина быть и отвратительной, но это тоже вызывает свою бурю эмоций, свое негодование, которое отрицание тоже приводит к познанию, как и в науке, так и в искусстве, отрицательный результат, это тоже результат, но мне просто хочется вам всем пожелать, что вот я здесь, мы говорили о дискуссии, но в этой дискуссии у нас по сути дела почти все высказали за то, что оно нам нужно, да, в разной форме, в разной, ну, по-разному воспринимаемо, но оно необходимо, я ухожу от слова изучения, мы не будем сейчас эту дискуссию включать, но то, что потребность эта у каждого человека сохраняется, это говорит о том, что наше общество, ну, я не скажу там, насколько быстро, но все равно прогрессирует, эволюционирует в лучшую сторону, потому что без искусства эта эволюция вперед невозможна, на мой взгляд. Анна Нифонидовна, спасибо. Мы благодарим наших сегодняшних спикеров и экспертов за высказанное мнение. Истина рождается в споре, и я думаю, что каждый наш сегодняшний зритель сделал свои умозаключения. В следующий раз на нашем ток-шоу мы с вами поговорим о рамках свободы в 21 веке. Увидимся в эфире Твердого знака. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok